В современной структуре системы здравоохранения стремительно происходят изменения. Граждане не всегда полностью владеют этой информацией и знают о своих правах и обязанностях. Чтобы избежать острых моментов в работе с пациентами, медики проводят огромную информационную работу с населением. СМИ и соцсети стали главным рупором врачей. Хотелось бы затронуть вопросы работы руководителей территории лечебных заведений и подразделений Министерства здравоохранения и территориальных управлений именно с обращениями населения и с жалобами населения на работу системы здравоохранения и какие шаги предпринимаются в плане улучшения качества и доступности медицинской помощи населению на территориях. Благодаря нашим общим усилиям у нас открыт отдел социального развития, где также в этот состав входит один специалист, который курирует здравоохранение. Нам позволяет вот в такой цепочке взаимосвязанной контролировать все злободневные вопросы. Круглый стол с участием главных врачей Одинцова и Подольска – это в первую очередь обмен опытом по улучшению качества доступности медицинской помощи. Самое главное – это ведь держать руку на пульсе. И когда проводится у нас совещание и главой, и Татьяной Викторовной, и главный врач Ольга Александровна проводит на совещание, сотрудники управления всегда присутствуют на них и оперативно реагируют. Потому что если собирается инициативная группа, значит эта проблема уже, к сожалению, накопилась не первый день. Значит раз было обращение, два было обращения, людям не дали информацию. И, к сожалению, мы имеем такие вещи. Но если отметить, что количество жалоб у нас, оно ведь уменьшилось в десятки раз. У нас уже идут обращения. Именно обращение, то, что просим вас разъяснить, дать нам информацию, как можно записаться, куда нам пойти. Поэтому и это огромная, конечно, работа главных врачей Одинцовского района с вопросом эшотизации. Одинцовская центральная районная больница во многом является новатором. Уже более четырех лет в круглосуточном режиме работает телефон горячей линии. Прямой диалог с главным врачом позволяет избежать непонимания и острых моментов. Многие вопросы решаются мгновенно. Мы всегда общаемся с нашими пациентами, с инициативными группами. Мы всегда открыты к диалогу, наверное, проводим достаточно большое количество встреч. И по своей инициативе, если мы анализируем какие-то обращения, жалобы. И здесь у нас, представляете, мы сами инициатируем пару встреч, но и открыты ко встречам по любым вопросам. У нас недавно проходили встречи с нашими мамочками. Мы были и в школах, и в детских садах. Слава Богу, что этот контакт и есть, потому что всегда в диалоге, безусловно, решаются все вопросы. Вы совершенно абсолютно правы, потому что начинается диалог с негатива, заканчивается он конструктивностью, пониманием, позитивом и, безусловно, решением всех вопросов, которые можно сделать функциональным воспитанием. На встречу уделено внимание ситуации с амбулаторией в Ромашково зданию более ста лет. И оказывать в этих стенах квалифицированную медицинскую помощь населению невозможно. В этой непростой ситуации главный врач ЦРБ нашла выход. Во-первых, организованы выездные бригады врачей. Во-вторых, уже собраны и поданы документы для того, чтобы войти в государственную программу по капитальному строительству. Да, в Ромашково, как бы мы не налаживали какие-то коммуникации сейчас, функциональные и так далее, да, у нас принимают терапевт, стоматолог, невролог, у нас существуют регулярно выездные бригады под пациентов. Да, у нас принимает педиатр, но именно для снятия социальной напряженности данное здание не подходит для педиатрической помощи вообще. Там нет лицензии, и я не боюсь это заявлять. Но для людей и для населения мы это делаем. Педиатр принимает. Выездные бригады существуют. Мы делаем комплексные выездные бригады. Дело все в том, что сто лет назад, наверное, Ромашково это было два дома. А сейчас это три микрорайона, которые, как получаем, они сходятся в этом населенном пункте. Это и Немчиново, и Ромашково, и часть Сколково. Безусловно, это год количества населения около 50 тысяч. Поэтому говорить о закреплении за этим деревянным зданием, которое находится в аварийном состоянии, и экспертизу мы получили, мы ее провели. Данная экспертиза была представлена Министерством здравоохранения, передана в Минстрой, и сейчас в правительстве рассматривается вопрос о путях решения по капитальному строительству, потому что о ремонте, безусловно, речи быть не может. Подобные встречи проходят регулярно и призваны сократить количество конфликтных ситуаций между медицинским персоналом и пациентами. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.